С Новым Днём Республика! Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Я желаю вам сегодня только хороших новостей и отличного настроения. На календаре 22 сентября, день недели вторник, и он богат у нас на всевозможные даты и события. Так, к примеру, во всём мире в этот день отказываются от автомобиля и едут, к примеру, на работу на велосипеде. Стоит отметить, что праздник всё больше привлекает к себе внимание неравнодушных людей. Он действительно объединяет, сплачивает тех, которым не всё равно, какая природа и атмосфера их окружает. В России в этот день ежегодно проходит акция на работу на велосипеде. Также сегодня отмечаются международные зоопраздники, такие как День защиты слонов и День носорогов. Ещё одним событием обозначен день 22 сентября. Это день осеннего равноденствия, который знаменует прощание с тёплым сезоном и скорый приход зимы. Хочешь не хочешь, она у нас наступит. На улице уже давно ощущается дуновение холодных ветров, а солнце уже раньше садится за горизонт. В астрологии и нумерологии день осеннего равноденствия полон сакрального смысла. Это одна из важнейших кардинальных временных точек года, и наши предки знали о необычности этого дня, называя его Туасень. После принятия христианства праздник стал отождествляться ещё и с Рождеством Богородицы. Так почитали равноденствие в Древнем Египте, в Японии и Мексике. Считается, что 22 сентября наступает вторая часть Бабьего лета. И по поверьям, какая погода в этот день будет, такой будет и осень. Догноз погоды далее. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4, минус 2 градуса. Днём ожидается плюс 14, плюс 15. В Заречье минус 1, плюс 3 утром, днём плюс 13, плюс 14 градусов. В Южных улусах плюс 2, 0 градусов утром, днём ожидается до плюс 14, плюс 15. В Вилюйских улусах плюс один, плюс четыре утром, днем плюс двенадцать, плюс шестнадцать градусов. А в Нижнеленских минус один, плюс четыре утром, днем плюс двенадцать, плюс пятнадцать. В Западных улусах плюс три, плюс шесть утром, днем плюс четырнадцать, плюс семнадцать градусов. В Колымо-Индигирских улусах плюс два, плюс четыре утром, днем плюс пять, плюс десять. В Янских Улусах плюс 2, плюс 4 утром, днем плюс 6, плюс 10 градусов. В Северо-Западных Улусах плюс 4, плюс 6 утром, днем плюс 9, плюс 12. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 2 градуса. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 15, плюс 17 градусов. Инструктор йоги из Гонконга по имени Йоко Кикучи, счастливая владелица 4 собак породы Сибаину. Кико, Хина, Саша и Мома живут очень дружно и не конфликтуют между собой. Вот только Хина, собака с белым окрасом, очень непоседливая и портит буквально каждый снимок, который пытается сделать ее хозяйка. Питомица то отворачивает морду, то скалит зубы, то забавно кривляется на камеру. Йоко собрала целую подборку испорченных снимков и поделилась ими в социальных сетях. Теперь за выходками собаки Хины следят более 70 тысяч человек. Ну а в принадлежащей России части Финского залива находится необычный остров, называется он Гогланд, что со шведского означает высокий остров. Он не зря получил название в заливе, поскольку остается самым крупным и высоким. В советское время он стал военным объектом, хотя и до этого, несмотря на финское население, использовался Россией. Например, в 1900 году здесь проводили эксперименты с радио Александр Попов. Там же находилась первая в мире радиостанция для практической радиосвязи. Но сейчас эта земля необитаема и все покрывается ржавчиной и медленно разваливается. Сейчас здесь не живут люди. Все судна здесь сели на мель несколько лет назад. До окончания Второй мировой войны остров принадлежал финнам. Здесь находилась довольно оживленная рыбацкая деревня. До войны население острова составляло 700 человек. Затем он перешел России и превратился в закрытую военную территорию. На прошлой неделе в Хангаласском районе якутяне впервые совершили полет на воздушном шаре через Лену. В истории республики еще никому не удавалось перелететь через реку на подобном судне. Воздушный шар или более профессиональным языком аэростат принадлежит молодым предпринимателям из города Якутска Степану Перевознюку и Евгению Афанасенко. На прошлой неделе аэростат поднялся над долиной Эркени и пролетел над селом Улахан. Видео о его приземлении распространилось в социальных сетях республики и вызвало бурю обсуждений о якобы аварийной посадке. В этот раз был выбран рискованный, но более живописный вариант. Это бассейн реки Лена. Аэростат взмыл в небо возле поселка Верхний Бестяк с местности Леглегер. Степан Перевознюк по специальности тесно связан с авиацией и всегда мечтал о полете, парении в воздухе. Илья Авертипрахов именитый известный пилот, участник чемпионата России, Европы, мира по воздухоплаванию. Член династии воздухоплавателей из Екатеринбурга. Подготовка к запуску в небо начинается еще на земле. Перед подъемом воздушного судна план полета согласуется в Зональном центре агентства воздушного транспорта. А затем Аэростат проходит обязательный технический осмотр. Сама процедура занимает примерно 25 минут. Маршрут первого длительного полета проложили в местности Тептюр до села Улахан. При подготовке учитывали как особенности местности, так и природные факторы, такие как скорость и сила ветра. Также температура воздуха, время в пути составило примерно 30-35 минут. Полеты продлятся до октября и возобновятся весной 2021 года. На Шаре, кстати говоря, помещается до 4 гостей без учета пилота. Спешите подключиться к системе лояльности «Свои», чтобы получить кэшбэк до 40 тысяч рублей ежемесячно, оплачивая покупки картой «Алмаз Иргенбанка» в сети партнеров. Более подробную информацию вы найдете на сайте «Свои» albank.ru. Сегодня развитие цивилизации позволяет нам пользоваться всеми необходимыми для жизни ресурсами прямо у себя дома. Вода, газ, электричество, тепловая энергия в виде горячей воды доставляют нам прямо в квартиру или в дом. Однако мы не всегда правильно и эффективно используем эти ресурсы. Сегодня у нас в гостях директор Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Наталья Сивцева. Наталья Платоновна, доброе утро. Доброе утро. Ну, что такое энергосбережение? Вроде бы казалось, такой простой вопрос, но не все понимают, для чего оно нужно, почему нужно беречь электроэнергию. Ну, энергосбережение – это целый комплекс мер, который направлен на снижение объема потребления энергетических ресурсов, и к которым у нас не только электроэнергия относится, но и все коммунальные ресурсы, к которым мы в первую очередь, поскольку у нас очень суровая зима, да, в первую очередь, конечно, вместе с электроэнергией также относятся и тепловая энергия. К ресурсам также относятся и вода, как вы сами отметили, да, и, собственно, вот комплекс этих мер, который позволяет нам бережно относиться к тем же нашим природным ресурсам. Вообще вот тема бережливости, экологичности сегодня тема очень востребованная, да, поэтому при этом, несмотря на снижение объемов, полезный эффект от использования этих ресурсов, он при энергосбережении должен сохраняться, а в идеале еще и возрастать. Поэтому вот понятие энергосбережения у нас на сегодняшний день наряду с экологичностью необходимо также вот учитывать и понимать. Ну вот, как нам известно, на днях правительством республики был принят проект закона о энергосбережении, да, что это за закон, кого он касается? Ну, закон об энергосбережении в республике с 2013 года действует. Сейчас вот данным законопроектом, да, вносятся изменения в части, уточнение в части энергосервиса в жилищном фонде, учитывающий наши региональные особенности, поскольку в республике, ну, действует своя специфика, да, и, соответственно, федеральное законодательство его мало регулирует. Нам понадобился вот такой нормативный правовой акт для того, чтобы учесть вот всю региональную специфику в жилищном фонде и создать правовую основу для привлечения внебюджетных источников, для инвесторов, да, которые помогут решить вопросы, накопившиеся вопросы в жилищном фонде в части вот проведения энергосберегающих мероприятий, да, к которым относятся устройства индивидуальных тепловых пунктов, да, утепление окон, вообще домового мучества. Это окна, двери, утепление фасадов, ну, вот такие дорогостоящие мероприятия, которые сегодня, ну, на которые зачастую недостаточно средств. Вот, поэтому, в принципе, вот этот закон, он позволит привлечь, как я сказала, не только средства, да, инвесторов, но и объединив усилия, да, не только власти, но и бизнеса, и общественности, в первую очередь, также собственников жилищного фонда, да, мы смогли бы как-то в том числе решить проблему, накопившиеся проблемы в капитальном ремонте жилфонда, да, поскольку эти мероприятия во многом сопряжены с теми же видами работ, которые проводятся в многоквартирных домах в рамках вот капитального ремонта. Ну, мы знаем, что проводится специально целый фестиваль даже, да, под названием «Вместе ярче». Что это за фестиваль, какие мероприятия запланированы, когда он пройдет у нас? Да, значит, у нас вопросы популяризации, получается, да, энергосбережения, они в том числе реализуются и с помощью вот ежегодно проводимого фестиваля «Вместе ярче». Вообще фестиваль проводится уже пятый год и сейчас вот уже на стадии участия, да, оригинальный этап, который проводится среди вот нашего поколения, младшего поколения, значит, у нас подрастающее поколение, которое должно привить культуру, да, которое мы должны привить культуру, вот эту по экологичности, по энергосбережению. В общем, этот фестиваль сейчас вот на оригинальном этапе охватывает пока три мероприятия. Это для начальных классов, это у нас конкурс рисунков и плакатов, для старших классов это проекты, там есть исследовательские проекты, да, в области энергосбережения. И для, ну, этот же этап, он направлен на старшие курсы студентов, да, дальше у нас есть еще, значит, конкурс сочинений. То есть сейчас вот оригинальный этап, он определяет победителей, и вот эти победители, они идут на уже федеральный этап. Уже на всероссийский, да? Да, на всероссийский федеральный этап, поэтому приглашаем всех, кто желает участвовать. Вот сроки проведения у нас приема вот этих работ до 15 октября, по сочинению, правда, до 3 октября, там федеральные, да, условия. И, соответственно, приглашаем, чтобы у нас население приняло активное участие. Дети, студенты, пожалуйста. Наталья Полтоновна, спасибо вам, что проснулись этим ранним утром, пришли к нам в студию, рассказали очень полезную информацию этим утром. Отличного вам дня, плодотворной работы, ждем вас снова. Спасибо. И будем почаще поднимать тему электросбережения, энергосбережения и энергоэффективности. Спасибо. А, возможно, школа для вас уже давно забытое слово, может быть, вы закончили ее совсем недавно. Но все же нам очень интересно, хорошо ли вы помните, что вы проходили на уроках, например, на биологии. Как думаете, что больше по размеру, инфузория туфелька или амеба? Свои варианты ответов вы можете присылать на наш ватсап номер 8-914-279-2262. Ну а сейчас я предлагаю вместе с нами пройти небольшой тест и узнать, насколько хорошо мы учились в школе. Спасибо. Все нормально? Сколько спряжений у глагола, помните? Шесть, да? Пять не ответить, да? Пять. Там больше, но... Спряжение у глагола? Три? Не? А, два. А, не помню. Три? Два? Два. Два спряжения, точно, господи, конечно. Два спряжения? Два, два, два. А какие окончания помните? Забыла. В чем измеряется мощность электрического тока? В джоулях? Вольты, амперы. Вольты. Ватты? Ватты, ватты. Ваттах. Киловатт? В киловаттах. Самое известное изобретение Альфреда Нобеля. А-а-а! Забыл. Не знаю. Вот это не знаю. Я даже не знаю, за что он получил Нобелевскую премию. Ну, вернее, изобрел ее, наверное, да? Ну, это вы человека, вы слышали, Нобель, да? Премия есть? Премия, ага. А он вообще чем известен? Он был ученый в какой области? Физика, да? Химия. Химия. Динамит. У-у-у! Вы первый, кто правильно ответил. А тротил. Нобеля? Нобель, Нобель. А это не он, динамит? Он, он, он. Правильно. Самый дорогой металл на Земле какой, как считаете? Титан какой-нибудь, нет? Платина. Сейчас платина, скорее всего. Даже не знаю, платина, может? Алмаз. Алмаз – это металл? А, нет. Металл? Металл. Титан, наверное. Ну, ясно, что не золото. По-моему, что-то дороже есть. Кобальт там, еще что-то вот в этом роде. Искусственный именно или? Ну, давайте, если вы так вопрос задаете, какой искусственный? Калифорния, кажется, был. А, вы единственное, кто правильно ответил. Правильно. А почему он искусственный-то? По-моему, я читал где-то его то, что его искусственно выявили. Луч света в темном царстве. Наверняка вы слышали эту фразу, да? А о ком или о чем идет речь? Луч. Луч света в темном царстве. Луч света в темном царстве. Какое-то произведение, классика какого-то, точно не могу сказать. Вообще, я литературу очень хорошо знаю, но почему-то... Вы не помните. Что-то я не помню. Нет, вообще нет. Да? Да. Какая школа? Седьмая? Ну, я только вчера смотрел ютуб-шоу про это. Это про островского «Гроза». Новозритель открывает 29-й театральный сезон и в самом ультрасовременном красивом здании нашего города. В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. Свои двери театр откроет уже 24 сентября. И с нами сейчас на прямой связи по скайпу художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры России, народный артист Республики Алексей Прокопьевич Павлов. Алексей Прокопьевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, наконец, мы вас поздравляем после длительного перерыва. Состоится долгожданная встреча со зрителем. Что мы посмотрим в этот день, 24 сентября? Что нас ждет? Мы открываемся спектаклем Зои, поставленным по поэме Маргариты Алигер. Спектакль о бессмертном подвиге Зои Казмодемьянской. О первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. И спектакль о том... Да, да, да. Спектакль... Постановка, она приурочена к 75-летию Победы, да? Правильно, да? Да, да. Ну, а в целом, какой репертуар нас ждет в новом сезоне? В новом сезоне у нас будут премьеры. Первая премьера в ноябре месяце. Спектакль «Вечно живые» Виктора Розова в постановке Александра Тетегирова. Также в декабре будет премьеры спектакля по премьеру, по произведениям «Моэма Саммерсета». И к юблею Федора Достоевского по школьной программе мы будем ставить спектакль «Преступление и наказание». В новом сезоне такие премьеры будут у нас. Также мы будем принимать участие во втором фестивале театров Дальнего Востока в городе Хаваровске, это в ноябре. И у нас в планах гастроли в Биробиджане, в городе Биробиджан, со спектаклем «Мой маленький бог» Екатерины Тукачевой в постановке Александра Тетегирова. Алексей Прокопьевич, а если говорить о коллективе театра, это новые актеры или уже знакомые нам актеры труппа театра? У нас актерский состав не изменился. У нас актерский состав молодой, перспективный. Перспективный. Ага. Ну, отрадно, что теперь постановки будем мы смотреть с нового центра, да? Какие это возможности дает центр Гагарина? Да, это ультрасовременный центр культуры и современного искусства. Зал большой, возможности на цене очень большие. Так что мы будем работать в этом центре. Спасибо, Алексей Прокопьевич. Желаю вам только хорошей работы. Наконец, состоится долгожданная встреча 24 сентября. Приглашаем всех зрителей, не только юных, но и старшее поколение в центр имени Гагарина. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю сегодня вам отличного дня обязательно. Встречаемся завтра в это же время. Ну, а далее слово моим коллегам из Якутского блока. Субтитры подогнал «Симон»!